Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас с Вами Вальдемарко и Сергей, или как я его называю, Сергей Гараж-23, хотя он из Польши канал свой не сделал. Ребятки, Вы уже знаете, мы были у него в гостях, тоже снимали у него видео, где он работает, на его нафильме. И сегодня мы приехали в гости, и спонтанно решили заснять видео, а не то, что рассказать, я хочу у него спросить, нравится ли ему вообще жизнь в Германии, стоило ли приезжать в Германию? Как Твое мнение такое? Ну, я считаю, в принципе, я своей жизнью в Германии доволен, я считаю, что да, здесь перспектив много было, они есть, каждому человеку открыты. То, что если кто-то чего-то хочет добиться, то возможности эти в Германии есть. Ту жизнь в России я не знаю, так как я сюда 14 лет приехал, я детство свое провел там, за это я России очень благодарен, для Казахстана, мы из Казахстана приехали, мне это очень понравилось. Я говорю, рабочую жизнь, учеба, дальше, повышение квалификации, те вещи мне не знакомы, я не знаю, как это там все происходит, а в Германии я, в принципе, доволен. То есть, ты хочешь сказать, что все зависит все-таки от человека, если кто-то хочет чего-то добиться, то можно в Германии по-любому добиться, да? Я думаю, если кто-то сильно чего-то хочет добиться, наверное, я думаю, что это в любой стране может быть. В любой стране может быть. Это все зависит от желания. Ну, допустим, смотри, сейчас у тебя своя фирма. Вот сколько часов ты работаешь, допустим, в день? Ну, так в среднем, плюс-минус. Ну, в среднем, скажем так, часов 10 я всегда там нахожусь. По-любому, и в субботу работаешь? Не всегда, в субботу очень редко стало. Я туда выхожу, но неофициально где-то что-то доделать, то есть у меня как фирма закрыта, я сам нахожусь там, что-то доделаю, но официально мы не открыты в субботу. Да, получается, твоя рабочая суббота тоже не работают? Нет, моя рабочая суббота тоже не работают, я там один там. Ну, как отложилось, допустим, на твою семью, именно вот это твое, как что-то из-за впечатления, что ты самостоятельный человек, что у тебя своя фирма, отлагается ли как-то это вообще на семью, на отношения в семье, потому что, как ты говоришь, сейчас ты работаешь 10 часов, а раньше ты побольше. Там было 15-16, иногда ночевал там на фирме ночью, потому что допоздна работал, с утра опять рано начинаешь домой ехать, хоть вроде недалеко было, но смысла не было, если не было домой ехать. Естественно, семью, да, это отлагается, может быть, в каких-то бронжах это по-другому, где-то это проще происходит, скажем так, у меня много денег не было, надо было все зарабатывать, скажем, каждую копейку надо было отработать, заработать. Работал много, да, естественно, без отпуска в семье напряженки эти всегда были. Где-то куда-то жене там с детьми помочь, время всегда не было на это, скажем так. Получается так, на этот период, у тебя сколько уже, 10 лет с фирмы, да? 11 лет. Выходит там в начале весь период, когда ты начинал дело, получается так, что у тебя только было, одно внимание выходит только на фирму. В основном, да. В основном, да. А все остальное было на подчеркнутые супрузии. Да. Так, она, скажем, лет через 6, через 7 потом уже стало попроще, когда, скажем так, ты стремился заработать эти все деньги, теперь уже, скажем, ты по-другому к этому относишься и думаешь, лучше я уже поеду на час раньше домой, чем я заработаю еще какую-то лишнюю копейку и отношение к деньгам другое немножко. Сейчас, после чего ты понял, что все главное все-таки семья. Самое главное в жизни это всегда семья. Да, все правильно. Я тоже такое умение, что самое главное, конечно, семья, семья, дети. А мы думаем, да, первоначалом, когда ты все начинал, после этого нужно было развить фирму. Ну, не только что развить фирму, а, конечно, еще и опыта этого нету. Как это что правильно сделать, как это быстрее сделать, с этим совсем временем. Тогда, когда-то ты казалось, что это такая большая проблема, ты не знаешь, как ее решить, ты там ковыряешься. Скажем, сейчас с опытом уже столько опыта, что вот эти такие, кажется, большие проблемы, но их очень так легко и банально решить, что ты за час управился и, в принципе, пускай там на полчаса, на час задержался, ну, не дольше, скажем так. Это все от опыта зависит. С опытом, со временем приходит. Получается так, конечно, опыт играет очень большую роль. Это очень большой опыт. Опыт, знания, да. Опыт, знания, да. Все равно где-то что-то читаешь, продвигаешься дальше. Я говорю, вот это общение с клиентами, где-то что-то там от одного узнал, от другого узнал. И вот этот опыт, когда все вместе в целом сложишь, естественно, потом со временем, когда-то это все становится легче. И, скажем дальше, больше приносит удовольствие твоя работа вот так вот. То есть, просто увидишь, что у тебя быстрее, все это получается, эффект быстрее, поэтому удовольствие ты имеешь. То есть, ты уже знаешь, как это быстро сделать. То есть, раньше у тебя получалось так, если что-то ты не знал, где-то надо было в интернете смотреть, где-то спрашивали, переспрашивали, где-то что-то читали, тиражитуры какую-то. А сейчас просто у тебя вот ты все это уже можешь сделать, можешь все это знаешь. И, получается, если человек, который приезжает с каким-то вопросом, ты уже можешь так-так и сразу все делать. В принципе, да. Но это касается не только технических вопросов, это также вопросы по бюрократии, также вот эти все отчеты делают, вот это вот тоже, это все, ты опыта набираешься, это уже все быстрее намного происходит. Это, наверное, самое главное, именно бюрократия, именно налоги, все это бумажная работа, это, наверное, самое главное, нужно знать, как правильно ее сделать, чтобы не было проблем. Наверное, это самая была нагрузка большая, наверное. Это тоже, это никак не самое главное было, но это тоже, естественно, инструмента, какие-то вещи сделать, у тебя тогда еще инструмента не всего хватало. Сейчас, конечно, спустя 11 лет у нас теперь уже это много инструменты есть, которые намного тебе как облегчают работу, что ты ее быстрее можешь сделать. Вот такие вот вещи, это когда-то где-то ты сидишь, не можешь до чего-то добраться, потому что от этого включания ты полчаса чем-то ковыряешься, пытаешься как-то... Или изготавливаешься. Или изготавливаешься, да, а когда есть, ты пошел, взял, открутил все готовое, или ты крутил там что-то, какие-то вот такие вещи. Ну, как говорится, опыт приходит с годами. Да. Это по-любому. Ага. Ваня Денис Ивановна, у вас еще есть какой-то вопрос? Да, вот не знаю, я думаю, я не знаю, я знаю. Насчет семьи у вас вопрос был? Да. Да. Ну, в принципе, он же сказал, что он доволен, да? Что он устроился, как устроился, да? Да, ты здесь, я знаю. Устроился, я сам устроил. Ну, устроился, я уже не знаю, да. На данный момент, да, я могу сказать, что, в принципе, я доволен. Да. Что, свой дом у тебя есть, да? Свой дом есть, да. Да. Вообще, сейчас я же не буду перечислять, что он есть. Нет, да. Ну, на сегодняшний день стоимость дома, она намного возросла, по сравнению, когда ты брал кредит, да? Да, это если... Ну, тогда, можно сказать, мы процентов больше платили. Да, да. Сейчас ты процентов меньше платили. Естественно, суммы, за которые сейчас люди покупают дома, они, с одной стороны, пугают эту сумму, ну, если сравнить, что по процентам, сколько раньше процентов... Мы переплатили, да. Ну, мы, например, брали, да, 5,7 в то время было. Мы первые брали, по-моему, под 6,8 было. Да ты что, вы даже еще больше брали. Еще больше брали, да. Были тогда, это было тогда нормальные 8, 9, 10 процентов. Если кто-то 7 получал, это было уже хорошо. И как хорошо. Я, как владелец фирмы, как на себя работаешь. А у тебя была уже эта фирма? Я не могу еще, Сережа. Начинал. Нам, мы когда умфинансируем делали, как она называется, даже берешь на 5 лет, на 10, какой-то проходит срок, тебе надо заново это переделывать. И потом, если у тебя есть своя фирма, то есть ты не где-то устроен, на себя работаешь, получается, что перед банком риска больше, что ты не заработаешь денег, и за это тебе цинзотер... Потому что своя фирма? Поднимают цинзы тебе. И риску больше, естественно, ты получишь больше, чем тот, который работает где-то на постоянной работе. Это что? Да. Ну, допустим, на сегодняшний день, так как ты говоришь, ты всем доволен, фирма твоя, каждая, просветает, можно так сказать? Ну, как, да, есть, конечно, приятно, когда все больше и больше о тебе слышится, больше и больше работы. Ну, спать некогда, скажем так. Это всегда надо за этим следить, чтобы вся работа все ушла дальше, то есть ты не можешь где-то что-то делать, и в один момент сесть, и будет все дальше идти, само по себе. До этого мы еще не дожили. Да, поэтому постоянно нужно быть в движении. Надо быть постоянно в движении, постоянно следить за новыми технологиями, чтобы не проспать это, где-то новые инструменты, опять надо покупать. Единственное, что раньше надо бы все покупать, теперь ты где-то часами докупил, что-то старое там продал, потому что старые вещи тоже продаются, что-то новое докупил, то есть за вот этим надо следить. И самое главное, за новыми технологиями, особенно в кузовных работах, вот так как мы много для фирм делаем, для официальных фирм машин, что мы должны быть на новом уровне, для того, чтобы мы могли с ней, имели право с ней машины делать. Для этого тоже можно проходить курсы какие-то. Курсы проходить, да. Все это платное. Естественно, это все бесплатно, ничего не делается. Короче, ребята, получается так, если ты хочешь что-то новое и продвигаться дальше, можно платить деньги, проходить эти курсы, получать сертификат, и только потом ты можешь этим делом заниматься. Да. Пример. Даже если про аэрбаки, вот эти воздушные подушки, ты не можешь просто так прийти и где-то на фирме его заказать или купить. Должен обязательно быть сертификат, что ты имеешь право его, если ты проходишь курс, ты даю сертификат, что ты имеешь право его покупать, ты имеешь право его перевозить. Я не могу его купить? Вы не можете его купить, нет. Я имею право его перевозить и вставлять, и работать с этими системами. Единственное, чего у меня нету, это как справка, пиротехника, чтобы я его мог взорвать, чтобы его можно было уничтожить. Вот этого нету. Это еще отдельный курс. Курс, я опять отдельно уже платил. Но в принципе он мне не нужен, потому что машины, которые к нам приходят, в принципе, или мы их сдаем тем, у которых это есть, то есть у нас есть фирма рядом, они занимаются утилизацией вот этих старых машин, у них вот эти есть, я просто им отдаю, отвожу его и все, они это уже сами уничтожают. Получается, я как простой человек, мне не продадут в магазине? Нет. И в интернете их тоже продавать запрещено. Да зачем? Я первый раз такое слышу, видите, ребята, я даже не знал. Оказывается, не все в Германии можно купить. Не все так разрешается. А, Сергей, а вы какую-то старую машину ремонтировали же у вас, да? Да, мы их искусили. Ну, много мы их делали. А какую машину вы ремонтировали, чтобы к вам аж в телевидении брали эту машину, снимали художественный фильм? Нет, я эту машину купил в аварийном состоянии, я ее отрицал, ну, как, это не старая была, это просто, как, пикап был с кузовом, и именно что им надо было, чтобы кузов закрывалось, с крышкой большой было. И так как у них актер был очень большой, надо было, да, он и большой, и по ширине, и по высоте очень большой, они искали такую большую машину с таким кузовом, который закрывается, чтобы якобы его там заперли. И вот они не знали, где такую найти, посмотрели в интернете, а я выставил ее на продажу, как в интернете, и они там увидели, и позвонили, и спросили, могут ли они эту машину взять для съемок на прокат, правда, она не совсем подходила, потому что там фонари должны были выпадать, ну, в общем, договорились, я эту машину сделал, для съемок подготовил. И выпадали фонари, какие-то сделали? Да, ну, там они, чтобы он рукой мог вытолкать, как будто его закрыли, он этот фонарь выпихнул, и рукой, как, показал, что он здесь, и его спасли якобы. А, да, и в принципе, меня пригласили туда же на эти съемки, я на них участвовал, ну, как, рядом стоял там, то есть машина, то есть машина должна была выглядеть так, как будто ее приготовили на утилизацию, и рядом стоял вот этот экскаватор, кран, который должен был под прессою отпустить, вот я там с нее колеса снял, ее разукрасили красками, как будто она вся ржавая, гнилая, да, и я потом... Тебя всю машину спортили? Ну, это смывающие краски, специальные такие, да, ну, я с такой разукрашенной ехал по Габургу обратно, это, правда, выглядело как разукрашенное. А съемки в Гамбурге были, да? Съемки были в Гамбурге, да, они митовали двор, настоящий двор, где машина утилизирует, или как это правильно, да, и вот этот двор... Ну, а в Гамбурге, самый большой же этот, там что ли, нет? Нет, там их много по Гамбургу, они маленький один такой, как митовали, как сказать, в аренду взяли на два дня, именно для съемок, именно вот эту одну сценку, если заснять. Я там присутствовал, было очень интересно, с этими актерами даже, обедом нас кормили, с актерами общался, было очень так. А что, на опыт заснять было? У меня есть пару фотографий. А вас пользуетесь? Ну, там, когда съемки идут, там нельзя снимать, ну, я втихаря... Ну, с актерами я сфотографировался, он даже в одноклассниках эта фотография стоит. А что, ну, тебя заплатили за это? Да, и за машину, и за мое время, и за то, что я перегелал. То, что чай с ними пил, тоже заплатили. А они сказали, что больше им не нужно, ничего? Ну, в принципе, контакт у нас есть, если они опять какие-то интересные машины будут искать, они мне тут пару раз звонили, у тех машин у меня не было, и среди знакомых нету, и, в принципе, кто ко мне на старых машинах приезжает, я их спрашиваю, даже вот такая машина, если вдруг с телевидения позвонят, именно как машину какую-то для съемок нужны будут, то есть у меня есть контакт, где-то как пару машин мы можем насобирать. Но они всегда разные ищут, и не всегда у всех. Скажем, у них таких знакомых, как я, у них очень много, и они уже знают, где у кого какие машины есть, то есть у них как, они постоянно с ними работают вместе. Ну, понятно, понятно. Просто они, они, может быть, вместе с тобой в контакте, и поэтому они все, если какой-то вопрос уже решить, они узнают, кто есть, кто есть, кто есть, кто есть. На съемках было очень интересно, там ходил один немец в куртке, и на куртке было по-русски написано, по-моему, 4 майских дня, 4 майских дня, или 4 дня в мае, что-то такое. Это я потом, позже я с ним заговорил, и он говорит, это была совместная съемка с русскими, а он для съемок предоставляет оружие, у него очень много оружия, и вот он для этого, для этого кина поставлял вот эти все автоматы, оружие вот это вот, и после чего я даже посмотрел этот фильм, понравилось, интересно было. то ли 4 дня в мае, то ли 4... А, это кино так и называлось. Это кино так и называлось, то ли 4 майских дня, по-немецки, по-немецки «Für Tag in Mai». Ну, 4 дня в мае это было сейчас. По-моему, это кино, и вот интересно было, и он рассказывал, как вот эти русские актеры, которые принимали участие, и этот немец был до того, такой, как в восторге от русских вот этих актеров всех, и он говорит, это была самая замечательная съемка, в которой он вообще когда-то где-то участвовал. Где-то где-то участвовал. Итак, ребятки, будем на сегодня завершать. Большое спасибо, Серега. Мы просто не думали, что будет видео, поэтому шибко не судите, мы просто так поговорили, прямо вживую, так скажем, никто не подготавливался, как получилось, ребятки, так и получилось. Пишите в комментариях, еще будут вопросы, пишите, я вот тут раз вам даже говорю, пишите побольше вопросов, потом, может быть, когда-нибудь мы опять еще встретимся с Серегой, и опять мы эти вопросы поднимем. Да, Сережа? С удовольствием. Ну, по барабану, молодец. Все, ребятки, пока, с вами был Владимир Матко, всем до свидания. Серега и Валентин Нованов.